приветствую вас друзья мои и гости канала с наступающим вас новым годом 2022 год уже на пороге и уже многие начинают отвечать новогодние корпоративы наверное уже начнут с этих выходных всем желаю веселого настроения загадывайте желание вселенная возьмет на рассмотрение ваши просьбы и это этот волшебный период без внимания оставлять нельзя поздравляю вас всех друзья мои кто не подписан подписывайтесь на мой канал благодарю всех кто весь год поддерживал мой канал и буду рада новым друзьям все-таки я стараюсь разнообразить свой канал и с астропрогнозами торопрогнозами и путешествие магазин тоже не забываю все конечно это стараюсь для вас люблю вас всех и обнимаю так этот волшебный период который у нас весь декабрь и весь январь еще продлится и впереди были затмение про которые мы очень много говорили все астрологи и обновление флешки у нас у всех происходит данный момент вот сегодня пишу видео представляете такой ясный день солнце меня прямо слепляет а в окна и мороз конечно 17 градусов но все равно это радует радует то что вот как действительно мы на пороге такого важного астрономического явления как зимний солнцестояние и вот про обновление флешки я говорю не просто все зависит от вас какая программа вот была заложена на периоды коридора затмения и дальше вот что вы хотите и вот это запускается обновление на 18 лет будьте внимательно себе проверено уже чтобы потом не было почему же я не могу выйти из такой ситуации почему не могу такая переправьте свои мысли и цели на позитив и сегодня конечно поговорим мы про 20 21 22 3 дня зимнее солнцестояние но она это как всю неделю мы будем это чувствовать даже до 31 скажем декабря и 19 числа будет полнолуние а полнолуние знаки близнецы а близнецы у нас сейчас находится в узле будущего в узел будущего мы не можем войти каком со старой программы который нам не нравится и сейчас на данный момент марс находится уже с 14 декабря марс и переходит из знака скорпион в знак стрелец когда я рассказываю передо мной всегда карта звездного неба и я по ней ориентируюсь и уже по ней рассказываю марс который в скорпионе находился он переходит знак стрелец и представляете вот это соединение в первом градусе вот видно нет марс узел прошлое и узел будущего в близнецах они в одном в одном градусе все то есть вот это то что марс переходит знак стрелец а стрелец это у нас юпитер но с 14 декабря еще и меркурий переходит знак козерог но я сегодня много не буду рассказывать но вот эти все планеты которые сейчас нас просто обновляют и логика мышления у нас начинает активно работать на козерог это у нас сатурн это и все это будет влиять на момент зимнего солнцестояния это что такое зимний солнцестояние это самая длинная ночь и самый короткий день слушайте свои интуиции это астрономическое явление когда земля настолько близко подходит к луне и у нас интуиции зашкаливает это приближение она усиливает нашу интуицию у нас озарение какие-то происходят в голове идеи и вот это информационное поле земли быстрее берет на реализации и наши желания исполняются тогда когда вот именно мы загадываем в этот их период и сам праздник новый год не случайно в этом периоде и крещение и все христианские мусульманские праздники все они не просто так ну мусульман у нас конечно на весеннее равноденствие да вот а все таки сейчас все равно мы под одним солнцем под одной луной все живем независимо от нашего вероисповедания и все равно на все мы верим в чудеса в тайне там в глубине души все равно все мы как в ребеночком становимся и начинаем мечтать и вот это приближение точек точек вот этих земли и луны они действительно как взрыв вот такой вот усиливает наши стремления и они отправляются во вселенную на как и вселенная начинает по событиям приближать наше исполнение желания вот не не думайте ну кого-то может быть сейчас быстро произойти но все таки вселенной надо доказать что именно это нам нам нравится и это мы хотим исполнение вот то есть быстро берет на разработку и в этот день день зимнего солнцестояния разворот солнца к лету свет побеждает тьму можно надо сказать дни медленно но уже заметно в январе будет рыбаки загорелый будет солнце активное яркое такое и мы тоже и день начнет прибавляться особенно с 11 февраля мы все это увидим тогда когда бог велес это уран водолей окончательно победить тьму и в природе начнется сокодвижение в стволах деревьев мы это не видим а вселенная это все как оживает и мы с вами тоже конечно прилив сил и энергии почувствуем на момент зимнего солнцестояния у нас мы действительно жить хочется вот это солнце активный прилив сил прилив энергии в нас вливает и это мощная энергия она вот лучше ее использовать на позитив конечно думайте мечтайте и из здоровье начнет улучшаться потому что вот это н когда энергия наполняет нас солнечно то у нас действительно и жить хочется и заболеваний они от того что мы перенастроились отключились от негативных генератора к позитивному и у нас действительно силы прибавляется вот совет конечно от меня лично для того чтобы запустить новое время выкиньте хотя бы старые часы вот и которые особенно напоминает о прошлом о плохих момент несмотря на то что на какой она дорогой недорогой выкиньте и повесьте новые часы это механические тики часики которые тикают не электроны они у нас какое-то движение в комнате в той которой вы в квартире все равно они какое-то движение энергетически то есть не застаивается время и как ну то есть для для скажем для дополнения еще и глубокий сон нас перегружает в новую программу ведь когда мы спим мы заряжаемся новой энергии а если мы не спим мы растрачиваем только энергию поэтому старайтесь высыпаться и и не удивляйтесь если почему-то всем спать хочется укрыться прижаться вот так вот да да это все нормально потому что мы здесь должны больше энергии набрать для нашей же активности ну и как для здоровья яблоко и мед заходите в плейлисты там у меня есть обряд когда я подробно показываю как яблоко и мед зарядите на окно вот сегодня солнечный день который ослепляет я тоже буду хочу сделать и поставить это яблоко и мед зарядиться энергией жизни долголетия здоровья крепкого но и энергии богатства яблоко и мед это именно то что пчелы собирали эту эту энергию а яблоко оно все лето набирало эту солнечную энергию свет вот я вам сегодня рассказал немножечко о том что какие какой момент у нас зимнее солнцестояние и очень важно как на него обратить внимание и сейчас совет от карт просим по знакам зодиака но все таки я сегодня по домам рассказывать не буду в каком доме для каждого знака зодиака не важно просто хочу показать магический треугольник на 21 декабря посмотрите это магический треугольник который будет сопровождаться луна рак это это на 21 декабря луна будет в раке это семья это отношения видите с треугольником с прозерпиной скорпионе это прозерпина планета который приближает наше будущее и здесь Нептун это наши мечты и планы и наши фантазии но это то что и реализуется посмотрите вот этот магический треугольник с хорошими аспектами вот посмотрите в трех водных знаках вода и у нас наступающий год между прочим год тигра год водяного черного тигра но это не значит что черный цвет надо воплощаться и все черное даже не думайте черные наряжаться побольше ярких красок тогда в жизни заступит больше ярких перемен так вот и это зимний солнцестояние вот с таким прекрасным треугольником но здесь еще много треугольников которые как юпитер вот здесь вот я вижу а меркурий посмотрите с хорошим с ураном вот тоже они с хорошими аспектами замечательными для всех знаков зодиака но вот этот треугольник посмотрите хоть так держи для этих знаков зодиака хоть так крути для этих знаков зодиака Хоть так крути для всех знаков зодиака. Это лодка, это парус. Это лодка для этих знаков, это треугольник парус. Это лодка в лодке сидят, это парус. Так вот, для всех трех, для всех знаков зодиака волшебный период, друзья мои. Поверьте в чудеса и они обязательно произойдут в вашей жизни. Начнем сегодня так, как я показала вам звездное небо, что для всех знаков зодиака, но хорошее, перспективное и с большими возможностями. Сейчас мы начнем все-таки со стрельцов. Ну тут хоть стрельцы, хоть козерог, они пограничники в данный момент всех этих событий. Солнце переходит в козерог, выходит спокойно из стрельца с Юпитером во главе с Сатурном еще дальше. Вот, и начнем мы со стрельцов. Какой совет карты дадут для стрельцов, мы сейчас узнаем. У меня сегодня первая колода, так как про золотые мощные энергии говорим, колода золотой таро. О, стрельцы! И кто бы мог бы сомневаться в этом? Богиня Венера. И она выпадает именно вашему знаку зодиака, стрельцы. Конечно, Юпитер, Венера, что тут говорить, мужчина, женщина. Но это прекрасная возможность. Стрельцы, которые нельзя упускать в вашей жизни, произойдут замечательные перемены. И только вам нужно пожелать и захотеть, значит, ваше желание исполнится. Венера сейчас знаки козерог, и как раз переходит солнце в козерог, да. И здесь все будет по закону. Или замужество, свадьба. Много я говорить не буду, потому что хочу в одно видео уложиться. Вторая колода, колесо года. И о чем Венера с колесо года? Какая карта, как вытащим для вас? Ой, туз Жезлов. Ой, нет-нет-нет, туз Чаш. Посмотрите, стрельцы, просто восхитительной картой выпадают вам. Венера и туз Чаш. Безграничные возможности. Это ангел, который исполняет ваше желание здоровья укрепиться. Кто-то говорит о рождении ребенка, может, зачатие. То есть, вот такие прекрасные возможности. Но это крупные приобретения. Венера, она же деньги, счастье, союз, любовь, благополучие. Просто волшебный период в вашей жизни начинается. И об этом говорит нам зимний солнцестояние. Следующий у нас знак после стрельцов, конечно, козероги. Ну, козероги, вы вообще герои. Надо показать карту звездного неба. Вот, посмотрите, в вашем знаке стеллиум планет. И посмотрите, они в соединении в одном градусе здесь. И Венера, и Нептун, ой, извиняюсь, Плутон, Белая Луна, Меркурий сюда перешел. И знаки Рак тут соединение. Представляете, вот и Плутон весь год будет в вашем знаке. Венера до 7 марта будет в вашем знаке. Белая Луна тоже еще надолго задержится в вашем знаке. И Меркурий. Это просто замечательно. И представляете, Венера и Плутон долго будут туда-сюда еще соединяться между собой. Это маленькие деньги, большие деньги, это большие возможности. И у козерогов просто фартовый период. А что скажут карты? Какой совет для козерогов? Посмотрим. Ах ты. Ну, козероги, ну, хватит страдать. Вот козероги, они любят все преувеличивать просто. Вот сердце у них болит. Где-то в желудке, наверное, в кишечнике. Вот. И здесь, конечно, у них, как я сказала, и Венера, и Плутон. Но здесь какие-то вот сердце болит не обязательно из-за отношений, а сердце болит от таких того, что каких-то перемен финансовых или профессиональных вы ждете. То есть козероги настроены с чем-то завершить какой-то цикл. И Плутон, видимо, их подталкивает в профессиональную деятельность, потому что следующая карта материальных возможностей. И, может быть, козерогов не устраивает то, что они сейчас работают много, затрачивают сил, себя не жалеют, поэтому сердце у них болит. И здесь думают, как же больше заработать денег. Не волнуйтесь, козероги, все у вас получится. Либо ваш супруг, либо супруга, так как дальше карта финансовых возможностей, она говорит, что будут и накопления, что-то продадите, что-то купите. Вот все будет крутиться в материальных вопросах. И это, скорее всего, документы. Но то, о чем вы переживаете, оно будет выигрышным. Если это как во выяснении в судах, то есть документы. Ну, я очень кратко говорю, но кто меня услышал, они понимают. То есть выигрышные финансовые положения какой-то. Выигрыш в финансах. То есть и продажа, и покупка. И плюс ко всему новые работы, может быть, даже у кого-то. Или для кого-то, может быть, это переезд. Вот за что-то козероги, за что вы переживаете, или переезд, или покупка, или продажа, все у вас получится замечательным образом. Вот. Дальше у нас идут водолеи. Но водолеи из вашего знака, конечно, уже в конце декабря 29-го Юпитер покидает ваш знак, переходит к рыбам. Но для вас это второй дом денег. Сегодня, я сказала, не буду про дома рассказывать, но такие важные моменты надо рассказывать. Но Сатурн-то остается в вашем знаке. А это второй дом денег. Появятся новые возможности заработать деньги, финансового плана, то есть будут успех. Или как, мы сейчас спросим в совет у карт. Пятерка жезлов. Ну, конечно, Сатурн говорит, будем работать, работать, и еще раз работать. И здесь отношения. Здесь что-то, козероги, решатся на партнерские взаимоотношения. Если вы были одиноки, то здесь образуется союз, крепкий союз. И это пятерка борьба. Может быть, вы в гражданском браке жили, и здесь уже, наконец-то, вы решитесь на совместный семейный союз. То есть перестанет, какая-то ясность, четкость появится в отношениях. И плюс ко всему, в плане профессиональной деятельности, новые перспективы. Это договора и контракты, которые изменят ваш статус. И, то есть, финансовое, как бы, улучшится дело. Но работы будет много, ответственности будет много. Вот. И об этом говорят и Сатурн, и Юпитер. Юпитер во втором доме находит новый способ заработать деньги. Дальше у нас рыбы. Посмотрим, для рыб какие карты выпадут. Для рыб у нас, конечно, то, что Юпитер переходит в ваш первый дом, это фортуна. Фортуна, которая будет что-то новое, потому что Нептун-то в вашем знаке остается. И что-то будет новое заходить. Здесь пятерка мечей. Но здесь много оформлений документов, договора, контракты какие-то будут. По Юпитеру что-то новое. Вообще что-то новое в программу в вашу жизнь входит. Но здесь, ой, сцена, посмотрите. Это страхи, которые вот вас пугали. Они сейчас, или это борьба, над которой вы много работали. И вот эта вселенная, туз мечей, это новая сцена жизни. И тут, видите, мудрый. И, скорее всего, это у рыб, может быть, даже что-то, перемены какие-то в духовном плане произойдут. Это и духовные центры, это и путешествия по духовным центрам, может быть. И это как-то поднимет вас на другой уровень. Это духовные лидеры, которые будут вас учить и направлять. Ну, я, конечно, здесь прям даже затрудняюсь сказать конкретно про рыб, что переоценка жизненных ценностей. Рыба, наверное, Юпитер, это все-таки мудрецы, это ученые, это и медицина. И вот здесь, ну, если лечение, то здесь выздоровление будет, если в плане медицины. Но я думаю, все-таки это большие перемены, новая сцена. Сцена там, где вы будете, может быть, вы запоете, может быть, вы артистом станете. А может быть, это вообще в качестве лидера новые программы какие-то произойдут, что вас будет это очень радовать, потому что вы этого ждали, вы этого боролись. Стали мудрее по Юпитеру, да. Это Юпитер же мудрость. И вас здесь карьерные вершины какие-то ожидают. Дальше смотрим у нас Овны. Овну, сейчас смотрим Овну. Солнце так на меня освещает. Вот такой сегодня ясный день, прям просто великолепный. Так, Овны. Пятерка борьбы. Пятерка вот жезлов борьба. И сейчас посмотрим из колесо годы карта искушения. Ну, Овны, ну, поздравляю вас. Здесь много работать. Это может быть даже как много работать и интернет, и новые возможности, новое окно. То, что вам нравится по этой карте искушения, это то, что нам нравится по душе. Просто кайфовать будете от удовольствия, что у вас получается ваша работа. И вы здесь, а для кого-то, может быть, это и новые отношения, может быть, да, но это новое окно возможностей. Это самореализация. И это тогда, когда мы получаем удовольствие от того, что мы делаем. Пятерка жезлов. Это тогда, когда мы в борьбе, в работе, в деятельности. И это нам доставляет удовольствие. Ну, для кого-то, я говорю, может быть, это новые знакомства. И вместе с работой для кого-то это настолько шикарные, как отношения какие-то, вот, то есть знакомства. Ну, это в плане секса, там что-то вот такой вот шикарный момент может быть. Дальше у нас тельцы. Тельцы, посмотрим у нас, что у нас тельцы. Ну, тельцы, готовьтесь. 18 января кармический узел меняется, и вы становитесь главными героями. Узел будущего заходит в ваш знак. Готовьтесь к новым приятным переменам. По старому, как было, не будет. Полтора года в вашем знаке еще уран будет пять лет гасить, да, вас к новому направлять. Так тут еще и помощь, поддержка от узла будущего кармическая вот такая. И семья, и дети. Вот все по новой программе пойдет. Ну, в зависимости от вашего возраста и ваших целей и стремлений. Вот. Я просто радуюсь за тельцов, потому что они ждали этого. А уран уже всю почву подготовил им для этого. И мы смотрим. Здесь у нас карта, карта тройка Пентакли. Эта карта говорит о финансовых возможностях. Это карьерный вершин код. Как сказал, все меняется, все будет меняться, потому что здесь, как, Лилит, это Луна, конечно. Она сейчас в близнецах. Ваш знак она покинула, Лилит. Но благодаря ей вы научились, скажем, зарабатывать деньги. Стали, самооценка повысилась. И здесь она говорит, помнишь, я тебе чему учила? Давай, качество твое смелее, смелее, смелее. Будьте активнее, вы именно в профессиональной сфере. И вашу кандидатуру, благодаря Лилит, сейчас рассматривать, потому что вы показали себя, насколько вы способны в деятельности. Это и учеба, это, может быть, и это ваша дальнейшая перспектива финансовая. Но это только замечательно. То, что она вот вам напоминает. Лилит говорит о том, что выше самооценка, тогда все у вас сложится великолепнейшим образом. Но приятные перемены вас ожидают. Я еще в прогнозе, вот сейчас работаю над прогнозом на январь. Кто не подписан, обязательно подписывайтесь. Я жду ваших комментариев. Стараюсь отвечать на все комментарии. Люблю вас всех, дорогие мои друзья. Я же стараюсь. Но дальше все-таки январские прогнозы будут очень интересны для всех знаков зодиака. Там, конечно, я буду подробно рассказывать. Сейчас мы рассматриваем близнецов. И близнецы все-таки узел будущего и зимний солнцестояние. Что они вам сейчас скажут? Черная луна в вашем знаке сейчас гостит. Но это карьерная вершина. Здесь король Пентакли говорит о том, что здесь что-то грандиозное. Может быть, вам предложат место руководителя. Это, скорее всего, так выглядит. Или это спонсор. Или партнерские взаимоотношения какие-то. Я даже камеры не вижу. Солнце настолько ярко на меня светит. Говорю про зимнее солнцестояние. Солнце мне прям глаза слепляет. И посмотрим, вторая какая карта выпадет. Ой, семерка чаш. Исполнится то, о чем вы мечтали. Легко. Отныне легко и свободно исполнится в вашей жизни то, наконец-то, о чем вы мечтали. И это будут очень приятные перемены. И об этом говорят бабочки. Конечно, для воздушных знаков бабочки – это просто хороший символ. Легко. И вот это легко что-то, даже сказать, неожиданно произойдет в вашей жизни с приятными переменами, с карьерными вершинами и с финансовыми перспективами. Дальше у нас раки. Раки. Для вас посмотрим, что Бог Вакши сейчас скажет вместе с солнцем. Привет, солнышко. Я тебя люблю. Солнце мое, взгляни на меня. А знаете, я сейчас могу даже рассказать, как с солнцем сейчас разговаривать. Солнце по закону природы встает. Мне свое имя называть. Конечно, я Антонине не говорю. По закону жизни с этого часа пусть во всем везет. Солнце льет на землю дождь золотой. И я попаду под этот поток молодой. Солнце новый день начинает. Мой денежный канал открывает. Все мы этого хотим. Так давайте же посмотрим раки. Ой, давайте. Но я сегодня хочу что-то так сказать, чтобы в вашей жизни что-то... Сделайте хоть какой-то шаг, чтобы в вашей жизни произошли перемены. Раки. Ой, судьбоносный момент. Вай-вай-вай. Сейчас посмотрим, что тут колесо года. Вай-вай-вай. Девятка Пентакли. Раки. Готовьтесь. Вот я говорю Бог Вакши. А Бог Вакши следит за вами. И хочет каких-то вот грандиозных перемен в вашей жизни. И это и в отношениях. И девятка это Пентакли. Посмотрите. Вино. Изобилие. Деньги сыпьте. Деньги собирает он тут. Вот. И это вы, дорогие мои раки. Просто будете вот... Манна небесная, золотой энергией вот тут показывает. И то, что как на момент зимнего солнцестояния мы закладывается новая программа. Зачатие новой программы. И вот эта новая программа, она происходит у кого-то. Может, действительно зачать? Осторожно. Вот. Ну, я говорю сейчас о карьерных вершинах и финансовом благополучии. То, что закладывается новая программа, которая начнет легко приходить в вашу жизнь деньги и достаток. А это, может быть, партнер порадует вас. А может быть, это вы сами таких моментов достигнете. Я не вижу камеры. Солнце меня ослепляет. Вот. И солнце, видите, солнце меня как наливает этой солнечной энергией. Вот. И пусть и в вашей жизни произойдут вот такие волшебные моменты, как манна небесная. Видите, деньги сыпятся вам на голову. И это то, что вот как раз действительно на момент зимнего солнцестояния, тогда, когда закладывается новая программа. Да, программа жизни. Дальше у нас львы. Львы. Посмотрим вам, какие карты выпадут. Ой, у львов хороший период. С пятым домом. Ой, давайте посмотрим быстрее. Здесь у них, ну, это вот статус. Меняется ваш статус. Это рыцарь жезлов, который говорит, это перспективы в той деятельности, где вы будете, хотите преуспевать. Ой, верховная жрица, посмотрите. Это действительно перспектива. Это волшебная палочка, то, что вы начнете что-то новое, программа, она запустится. И эта верховная жрица, она вот в транзитной зоне сидит. Это предки помогают, которые нам. И эта верховная жрица, это интуиция. И как раз вот этот волшебный Новый год. Загадайтесь что-то такое важное. Запустите эту программу, и она начнет воплощаться. А может быть, даже вот книга перемен переписывается, это может касаться и взаимоотношений, это встреча с новым человеком. Кто-то может в учебе, как хобби свое продвинет, или работа, быстро говорю. Вот. Но все-таки книга перемен переписывается в соответствии с вашими целями и желаниями. Дальше Девы. Девы, а вас-то что тут ждет? Девы-баловы не судьбы. Сейчас посмотрим, что у них у Девы. Сейчас карту немножечко размешаю. Ой-ой-ой. Тороплюсь, тороплюсь, да-да. Так, Девы, посмотрим. Ну вот, опять судьбоносный момент. Я только что кому-то вытащила эту карту. И сейчас здесь трансформация. Девы, это говорит о грандиозных переменах в вашей жизни. Две карты, которые говорят о трансформации и судьбоносном моменте. И это говорит о том, что вот все поменяется, абсолютно все. Это переезд в другой город, покупка нового автомобиля, вот новая деятельность. Вас солнце высветит вас с новой программой, абсолютно с новой. И это будет шикарный момент. Я еще раз говорю, это запустится на 18 лет, Девы, обратите внимание. Но карта, которая говорит ангел, да, вы сильно защищены некой невидимой силой. И вот то, что вам не нравилось, то, что вот как-то не получалось сейчас волшебным образом, все вот легко и быстро начнет получаться. Я вас, дорогие мои девы, поздравляю. Именно то, чего вы хотите, вот волшебным образом в вашей жизни состоится. Это новые перемены. Дальше у нас весы. И посмотрим сейчас для весов, что скажет звездное небо. О, десятка пентаклей. Десятка пентаклей – это манна небесная. Это стабильный доход, это семья, это радует дети, это радует муж, это приобретение и покупки. И ваш ангел с вами тоже, как и Девы, но у Девы кардинально жизнь меняется. Вот даже, они даже и не знают еще, как оно произойдет, но произойдет лучшим образом, потому что Девы заслуживают лучшего. И точно так же и весы, весы ждали это финансовое благополучие. Может кто-то наконец станет самодостаточным, уверенность, доходы будут вас радовать. Но с чем-то вы распрощаетесь окончательно. Ваш ангел вот это исполняет желание и наполняет вас действительно финансовой изобильной энергией. Ну, я поздравляю, дорогие мои весы, и пусть в вашей жизни произойдут только хорошие перемены. И в отношениях, и в финансовых делах. И может быть даже у кого-то переезд, потому что там дом – это материальные вопросы, легко решаться, и с приобретением может даже дом. Дальше у нас заключительность – скорпионы. Ах, скорпионы, ой-ой-ой, у вас сейчас солнце будет во втором доме находиться еще, и это финансовые возможности новые какие-то. Ну, давайте посмотрим быстрее, какая же карта, быстрее. Ах, девятка. Работать будете до безграничности. Работа будет навалом. Ну, это вот карты, которые говорят, что то, что у вас как глава болела от каких-то соображений, например, как работать, как увеличить доходы, потому что здесь девятка жезлов, но это то, что в вашей жизни что-то завершается. Завершается тоже неудовлетворение, вот как девам сказала и у скорпионам говорю. Видите, здесь мечи. Это то, что нас неудовлетворяло, это заканчивается какой-то период, и волшебным образом здесь в вашей жизни появляются новые возможности. И по солнцу, по второму дому особенно, это новые возможности заработать деньги. И здесь какая-то помощь, поддержка. Вы, как, вот это некие невидимые силы, может быть, вас, как с параллельных миров, все-таки скорпионы у нас, они вхожи в транзитную зону. И они здесь, как, зарядят вас какой-то волшебной энергией и прилив сил. И вот это новые возможности, которые в вашей жизни появятся, они будут совершенно другими. Я уже, по-моему, уже говорила о скорпионах, второй раз так выходит. Действительно, вы на пороге новых перемен, тогда, когда в жизни происходит совершенно все по-новому. И то, что вот мы вышли из коридора затмений, действительно, как солнечных и лунных затмений, а 19 декабря это полнолуние завершает. И все знаки зодиака увидят какие-то новые возможности. Ну, здесь, конечно, новогодние праздники. На таких возвышенных мы будем в вибрациях находиться. И это еще поможет и подскажет идеями, как дальше действовать. И я искренне всем знаком зодиака желаю только новых перемен в том направлении, куда вы двигаетесь. Пусть ваша жизнь волшебным образом состоится. Желаю вам. И еще раз поздравляю с наступающим новогодним праздником вас. И пусть это новая энергия, которая прольется на нас с зимним солнцестоянием. Оно вот просто волшебной энергией нас поднимет на новые вибрации. Вибрации там, где нам более комфортно, нежели мы на какой-то вот сейчас застряли. То есть выйти из того сценария, который, как обыденный сценарий, дом, работа, работа, дом. Вот, чтобы выпрыгнули все с исполнением ваших желаний. Люблю вас, обнимаю. И до новых видео, друзья. Пока.